Всем привет, с вами Стас и возможно после этого видео вы сможете полностью отказаться от мониторов или от мыслей о их покупке, что вероятнее. Итак, немножко предыстории. Все дело в том, что в нормальном обычном жилом помещении, в котором сейчас нахожусь в том числе и я, пользоваться мониторами, которые у меня есть, напоминаю, это Adam F5, очень сложно, потому что звук летает, ничего не слышно, все гудит, все вообще, то есть звук не совсем правильный, потому что помещение неподготовленное и такое неподготовленное помещение у большинства битмейкеров. Но это факт. Можно, конечно, привыкать к этому звуку и пытаться в нем что-то услышать, но можно сводить в наушниках. Но параллельно бытует мнение, что сводить в наушниках нельзя. И что же делать в такой ситуации? Возможно просто вообще не сводить трек? Нет, это не наш подход. Что же делать? Во-первых, я просто свожу в наушниках и мирюсь со всеми недостатками, которые есть у этого процесса, у результатов, которые получаются после наушников, но ко мне обратились прекрасные люди из компании Disonic, что очень важно, это отечественный производитель, я был этому особенно рад, и они предложили мне сделать обзор на их плагин RealFonts. Сказали, вот тебе плагин, мы знаем, ты сводишь в наушниках, эта штука сделает тебе хорошо. Я такой, ну ладно, давайте попробуем. Попробовал, мне понравилось, делаю обзор. Конечно же, для вас будет от них маленький презентик, об этом позже. Так что это за софт и что он делает? Он нужен для того, чтобы помочь вам сводить в наушниках. А почему вам нужна помощь? Потому что у наушников неровная АЧХ. Что это значит? Какие-то частоты задраны, какие-то частоты наоборот прибраны. То есть трек, собранный в одних наушниках, звучит некорректно в других. Это как раз из-за этого, потому что, например, если у вас в наушниках слишком много верха, вы стремитесь его убавить, и трек получается глухим. Этот плагин, RealFonts, призван решать именно эту проблему и ряд других. Лично я с этой проблемой, с наушниками постоянно сталкиваюсь. Конкретно меня беспокоит бас, потому что у меня всегда либо его много, либо его мало, либо он звучит неправильно. И постоянно мне приходится его корректировать, переслушивать, перерендеривать, сравнивать, перерендеривать, сравнивать. Это немножко надоедает. И конкретно вот этот плагин, вот эту мою проблему, конкретную мою проблему он решил. И далее, еще какие есть минусы у наушников. То есть вы, когда надеваете наушники, вы, во-первых, слышите только левым ухом только левый наушник, а правым только правый. А когда вы сводите на мониторах, то так или иначе ваше правое ухо залетает звук из левого монитора. И наоборот. Что вообще делает этот плагин? Если простыми словами, то он заставляет ваш микс звучать в виртуальном пространстве на виртуальных мониторах. Причем характер звучания этих мониторов вы можете выбрать сами. И он реально меняется. И вы можете с помощью настроек ставить мониторы уже, ближе, дальше. Как-то корректировать их звучание, подстраивать его под ток, как вам нравится. Но это очень здорово. В первую очередь это инструмент, который понадобится вам во время сведения, а не для проверки микса. То есть он эмулирует звучание настоящих студийных мониторов в настоящем подготовленном помещении. И делает он это очень-очень здорово. Лучше, чем что-либо из того, что я слышал до этого. А до этого я сталкивался с плагинами, которые делают что-то подобное, но все равно это даже не близко. Это другой уровень. Это другой уровень отсюда. Это очень приятно. Ладно. Давайте о небольших минусах этого плагина. Все дело в том, что он имеет профиля под разные типы наушников. Это и плюс, и минус одновременно. То есть конкретно под мои наушники. Вот эти, Beardynamics DT770 Pro, он имеет профиль. Помимо него, он имеет профиля под вот эти наушники. Большой список довольно, в том числе довольно приятно, что они сделали профиль под Superlux, на которые я делал обзор. Как бы они тоже популярны, они тоже имеют право на существование. То есть если у вас есть наушники из списка, приведенного мной, то вам повезло конкретно с учетом звучания именно вашей модели наушников. Компания Adisonic создала корректирующие настройки для того, чтобы они звучали как настоящая комната. Но если, конечно, ваших наушников в этом списке нет, то для вас есть универсальный профиль наушников, который поставляется вместе с плагином, который просто учитывает характерное звучание просто наушников. А, и чуть не забыл, самый главный недостаток, который есть не только у этого плагина, но и абсолютно любой акустической системы. К звучанию его нужно привыкать. И это нормально. Это обычное дело, потому что это реально акустическая система. Представьте, вы надеваете наушники, слышите звук из мониторов, вы ничего не понимаете и в ужасе скидываете наушники. Да, я с этим сам столкнулся, но я свел в них где-то, наверное, уже шесть треков или около того. И вот на шестом, на пятом, на четвертом уже я все понял и разобрался в их звучании, настроил этот плагин так, как нужно, и мне стало хорошо и приятно. Давайте я покажу вам, как сделать так, чтобы вам тоже было хорошо и приятно. Самое главное, мы же тут про наушники рассказываем, рассуждаем, рассматриваем плагин, который нужен для работы в наушниках, и поэтому вам стоит надеть наушники. Пусть даже у вас не Beardynamics, пусть даже у вас какие-нибудь затычки, но так или иначе в наушниках звучание будет более понятно. То есть, если вы слушаете на колонках, вы вообще не поймете, что тут к чему и о чем я вам рассказываю. Так что надевайте наушники и приступаем. В первую очередь я покажу вам звучание моего минуса, который мне нравится, как звучит, на отключенном RealFondze. Потом послушаем с ним. Я мог бы включить вам какой-нибудь известный трек, но авторские права, YouTube туда-сюда, так что слушаем мой, который нравится мне. Теперь с включенного RealFondze на полностью дефолтных настройках. Только нужно убавить. Вот так они звучат. То есть, звучание изменилось. Изменилось оно не в лучшую и не в худшую сторону, оно стало другим. Оно дает понимание о пространстве, в котором звучит микс. И давайте я покажу вам, что тут к чему, какие настройки, зачем нужны. Вот тут настройка лицензии. Но это не сколько настройка, сколько возможность связаться с производителем. И кнопка для того, чтобы активировать плагин, когда вы оформите бесплатный 30-дневный пробный период. Настоятельно рекомендую его оформить. Ссылка в описании. Там же промокод, об этом подробнее в конце. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. Итак, Follow Global Settings. Это значит, что когда эта галочка включена, то в каждом проекте, где у вас включен RealPhones, вы вносите свои изменения. То есть, вы повернули вот это на 6, хотя это не рекомендовано производителям, но все-таки вы повернули это на 6, и это изменится в каждом проекте. Далее, Bypass Processing. Это все отключается, кроме, по-моему, лимитера и вот этой конкретной панельки. О ней мы поговорим позже. Далее, Guideline. Это то, чем вы сейчас занимаетесь. Сведение, написание, прослушивание. Ну, я думаю, по умолчанию большинство будет стоять сведение. Также конкретно это тут можно включить-выключить для каждого конкретного пункта. Flat Response. Target. То есть, это то, каким образом должны звучать ваши наушники. То есть, как бы целевое звучание. Flat Response. Это плоская АЧХ. Далее, Hi-Fi, Low-Fi Multimedia Speakers. Плагин дает вам возможность пройтись по каждому из этих пунктов. Давайте это сделаем. Чего просто так болтать? Вот. Типа, вот так вот будет звучать Flat Response. Так, Hi-Fi. Так, Low-Fi. Мне больше всего интересно вот это. Все это звучит довольно естественно. Но, все-таки, давайте перейдем лучше к более интересному звучанию. Возьмем пресет. Возьмем вот этот пресет. Он хорош для сведения. Но, очень важно, когда вы будете крутить этот плагин, то я настоятельно рекомендую вам сначала послушать вот этот пресет. Послушать на нем трек, который вам нравится, который вам любим и понятен. Если вы считаете, что это звучание подходит вам, то так или иначе попробуйте переключиться на Default и настроить свой собственный пресет. Естественно, с выбором наушников. Я так сделал, и мне мой пресет нравится больше. Поэтому давайте перейдем к нему. Вот у меня здесь сразу выставились наушники вот мои. Обычные, стандартные. Биординамик DT770 Pro на 250 Ом. Давайте пройдемся по настройкам. Акустик Low Boost. Усиление низких частот. Тут еще так очень удобно, что допустимые нормы, допустимые законами логики значения помечены специально для вас зеленой полосочкой. То есть, больше или меньше, чем зеленая, ставить не рекомендуем. И их можно понять. Это действительно экстремальные значения. Они иногда бывают полезными, но работать на них постоянно не стоит. Потому что звучание тоже станет, опять же, не совсем корректным. Ну вот, акустик Low Boost, то есть усиление низких частот. Что это такое? Усиление низких частот. Оно так и называется, и в Африке усиление низких частот. Bass Vibration. Это компенсация ощущения баса. То есть, когда мы слушаем на колонках, то мы в том числе и телом чувствуем низкие частоты. А когда мы слушаем в наушниках, мы ничего телом почувствовать не можем. И вот эта штука, это психоакустика. И она компенсирует вот эту ерундень, чтобы мы как бы чувствовали бас. Она такая довольно спорная, но использовать ее все-таки можно. То есть, она делает звучание таким более, больше похожим на звучание из мониторов, на самом деле. Room, то есть комната. Два варианта комнаты. Подготовленное, понтовое, четкое, классное помещение студийное, в котором работают настоящие профессионалы. И Project Studio Neurfield, то есть, типа, такая студийка на районе. Вот так вот. То есть, два варианта. То есть, если вы привыкли работать в студийке на районе, давайте послушаем, как это звучит. Вот так. Если вам больше нравится работать в студийке на районе, то, конечно же, этот вариант для вас. Нет, я шучу. Лучше использовать вот эту. То есть, настоящее звучание мониторов в настоящей подготовленной комнате. Далее, Mix Room, то есть, какой процент отражений по отношению к сигналу вы слышите. То есть, у нас сейчас 31% отраженного звука. То есть, звука, который прилетает вам не из колонок, а от стен. То есть, если мы поставим 100%, то мы будем слышать только отраженный звук. Производитель не рекомендует ставить это больше 33%, но иногда можно. Далее. Бин... Я не могу произнести это слово. Бина Урал Виф. Как расположены мониторы по ширине. На каком расстоянии друг от друга они расположены. Короче, это классный параметр. Это как раз вот сочетание вот этих двух параметров. Это то, о чем я вам говорил. То есть, можно встать со стола, послушать где-то это из другого угла комнаты. И две вот эти ручки, они реально эмулируют вот эту всю фигню. То есть, вы можете посмотреть, как бы звучал ваш микс с другого угла. И это очень-очень удобно и очень круто. Наверное, это одна из главных фишек вот этого плагина. Так, звучание по центру. Без расширения. То есть, как будто бы они стоят... Ну, то есть, не просто рядом, а как будто они вот стоят в одном месте. Они же виртуальные. Они могут располагаться как угодно мониторы. А вот так максимально широко. Рекомендую использовать как-то так. Но, все-таки, мне кажется, что иногда можно поставить и пошире. Потому что я заметил, что вот со стандартным пресетом для сведения я иногда делаю звук местами некорректно широким. И вот я попробовал, когда сделал свой собственный пресет и поставил звучание чуть пошире, у меня стало все нормально. И это довольно важно, потому что я бы на месте производителя гораздо больший акцент в инструкции сделал бы на создании своего собственного пресета. Я понимаю, что вся инструкция построена таким образом, чтобы вы могли самостоятельно настроить свой пресет, чтобы вы понимали значение каждого параметра. Но это иногда бывает недостаточно. То есть, мне кажется, что нужно чаще напоминать. Сделай свой пресет. Послушай, как это звучит. Внеси изменения в стандартный пресет. Сохрани свой пресет. Это... Это... Просто у этой программы, у этого плагина большой потенциал. И мне кажется, что вот использование только встроенных пресетов, его полностью не раскрывает. Ладно, все, об этом позже. Смотрите, далее. Модель мониторов, модель наушников, в которых вы сидите, которые на голове. Давайте послушаем, как бы это звучало в разных наушниках. То есть, коррекция под разные наушники. Это AKG K271. Это очень популярная модель, насколько мне известно. Тоже очень популярные наушники. Это мои наушники. Мы их слушали. Дальше Sennheiser. Sony MZR. Ну, универсальный. Вообще, я сравнивал звучание универсального драйвера и драйвера для моих наушников. И мне кажется, что отличия в звучании, они стоят того, чтобы доплатить за конкретный профиль под ваши наушники. Параметр Pressure. Он нужен для того, чтобы, если у вас здоровенная тыква, как у меня, вы его уменьшали. Также, если у вас поношенные амбушюры, вы его тоже уменьшали. Потому что тогда динамики будут ближе к ушам. И он, соответственно, изменяет коррекцию звучания с учетом расстояния динамика до уха и состояния ваших амбушюр. Ну, это серьезно. Это же прикольно. Мне, я покрутил этот параметр, и он кардинально влияет на звук. Давайте послушаем. Чего я болтаю просто так? Вот Pressure на максимум. Pressure на минимум. Характер звучания меняется. Мне, естественно, нужно примерно вот такой характер звучания. Следующий параметр это Character EQ. То есть, это подстройка коррекции. То есть, чем больше параметр, тем мягче коррекция. Далее, трехполосный эквалайзер, который тоже, как бы, он не такой, что типа low-cut, high-cut. Нет, он гораздо более мягкий. То есть, такие мягкие полочки, которые чуть-чуть поднимают, опускают высокие и низкие частоты. Можете послушать, что на самом деле звучание очень мягкое. То есть, высоких становится больше на разнице минимального и максимального значения, но не так, чтобы вах. И эти значения, они и не должны сильно влиять на трек, потому что у нас масштаб изменений таков, чтобы мы могли подстроить звук, а не сильно его изменить. Это же не штука, которая сводит, это штука, которая позволяет вам услышать, что вы делаете. Ну и вот этот параметр влияет на то, чтобы вот вся вот эта секция, как вся вот эта секция, начиная от наушников, заканчивая эквалайзером, влияла на то, что вы услышите. Ну, с лимитром тут понятно, просто чтобы не клипировало. Далее, у нас есть возможность послушать отдельно мид и сайт-составляющую. То есть, мид-составляющая в стерео. И мы тут можем явно услышать, что у нас два монитора, которые создают пространство. В моно. Вот то же самое в моно, и это получается, либо один, либо два динамика стоят по центру. Если мы послушаем сайт в моно, то это получится, что у нас сайт-составляющая, два динамика стоят по центру, воспроизводят нам сайт-составляющую, и они как бы звучат по центру, но это сайт-составляющая. Мы можем послушать то, что должно играть в левом наушнике, в левой колонке, и то, что должно звучать в правой колонке. Чтобы все это отключить, просто нажимаем еще раз, и все. И отдельно слушаем низкие частоты. Тоже, кстати, довольно важная и полезная штука для того, чтобы оценить низкие частоты в треке. По крайней мере, мне так кажется, и мне этого не хватало. Вот мы с вами поговорили о моем пресете, как я его настроил. Даже если у вас точно такие же наушники, как у меня, все равно моя настройка с вероятностью 80% на 100% вам не подойдет. Вам нужно будет создать свою. Итак, настройки, которые дали нам... Вот у меня 4 пресета, я пробовал разные звучания. Настройки, которые дали нам производители. И они прям интересны. Flat и Smooth, то есть характер звучания для плоской АЧХ. Вот так звучит Flat. Вот так звучит Smooth. То есть плоская и гладкая. Ну, вы поняли, да. Это две настройки для сведения. Рекомендованные. Либо Flat, либо Smooth. Они нужны для текущей работы, как и весь плагин. То есть он не для контроля, напоминаю. Не для того, чтобы слушать отдельные частоты и думать. А что я там наворотил? Нет. Он нужен для того, чтобы вы онлайном сводили в нем. Честно говоря, вот этими настройками я не пользовался. По мне, так что тут действительно заслуживает внимания, то после того, как вы все это свели и хотите сравнить это с референсом, вы можете послушать, как звучит референс на всех вот этих пресетах, как звучит ваш микс на этих пресетах. И вот это круто. То есть, естественно, да, как я уже сказал, что свой пресет нужно настраивать по референсам. И по референсам сравнивать именно вот по этим пресетам тоже очень круто. Давайте послушаем. Вот битбокс. Я так подозреваю, что имею в виду блютуз-колонку. Ну, по крайней мере, звучание похоже. Картонбокс. Картонбокс, насколько я знаю, это вот такие однополосные кубические мониторы. Далее средние частоты. Контроль средних частот. Естественно, когда я переключаю пресет, меняются абсолютно все настройки. Ну, кроме того, что наушников, которые я выбрал. Далее слушаем мультимедиа. Как бы это звучало на нормальной мультимедийной акустике. Это любое портативное устройство, будь то ноутбук или типа того. Ну и напоследок, сап. Это моя любимая настройка. Она самая крутая. И вот при этой настройке звучание низких частот становится понятным. По сравнению с референсами, без сравнения с референсами. То есть, если вы что-то не так сделали с сабом, если что-то не так сделали с низом, то будет это слышно. Это круто. Я не знаю. Все. Короче, я все сказал. Дальше вы принимаете решение сами. Я абсолютно искренне доволен этим плагином. Он действительно крутой. Особенно после того, как я накрутил свой собственный пресет. Просто он, даже если не использовать его 100% времени при работе в наушниках, это как дополнительный инструмент. Это круто. То есть, у вас появляется выбор. Вы слушаете в своих наушниках или вы просто меняете характер звучания, не просто покрутив эквалайзер, а полностью меняете характер звучания. Вы совершенно с другого угла смотрите на тот микс, который вы сделали. И, естественно, взглянув с другого угла, не с одного другого угла, а с десятка других углов. С любого угла, с любой точки зрения, вы, естественно, услышите, что вы сделали так и что вы сделали не так. И это стоит того. Этот плагин отдельно стоит, по-моему, 2000 рублей. Естественно, 30 дней бесплатно, как я уже сказал, по ссылке в описании будет переход туда, там вы сможете его скачать и установить себе 30-дневный пробный период. Также я выторговал для вас промокод, который сейчас горит на экране. И вам не ввести его нужно будет где-то, а сказать менеджеру, когда будете оформлять именно покупку плагина. Промокод действует до 30 апреля и дает скидку на 10% на профиля и на конкретно сам плагин. Естественно, как я уже сказал, ссылка в описании. Я настоятельно рекомендую вам попробовать этот плагин, хотя бы даже потому, что вы этим в том числе и поддержите мой канал. И так или иначе, вы сможете сделать свой звук лучше, вы сможете услышать в нем то, что вы не слышали, даже если будете использовать универсальный профиль для просто наушников. Потому что даже с помощью этого универсального профиля вы сможете взглянуть на свой микс с десятка разных точек зрения. И еще раз большое спасибо Dsonic за то, что обратились ко мне. Это очень профильный плагин для моего канала. И мне от этого особенно приятно. И опять же, если вы досмотрели до этого момента, то большое спасибо вам, что досмотрели до конца. С вами был Стас. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Оформите 30-дневную версию. Прямо сейчас на экране вы видите демонстрацию того, как оформить этот самый 30-дневный пробный период. Ну и большое вам спасибо, если вы досмотрели до этого места. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите вот это видео или вот это видео. Они не менее, а то и более интересны. Ставьте лайк, если понравилось Дизлайк, если не понравилось Напишите в комментариях свое мнение об этом плагине И о том, как вам это видео И ваши способы проверять ваш микс Потому что это интересно Я делал видео о том, как я проверяю микс С тех пор особо ничего не изменилось Всем пока, с вами был Стас Большое спасибо за просмотр